Беседа 65.20.17 И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал двенадцать учеников, одних, и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан, будет первосвященником и книжником, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Не тотчас по выходе из Галилеи Иисус пришел в Иерусалим. Во время пути своего Он произвел много чудес, посрамил фарисеев, рассуждал с учениками о нестяжательности. «Если хочешь быть совершенным, продай имение твое». «О девстве, кто может вместить, да вместит». «О смиренно мудрее, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в царство небесное». «О воздаянии настоящей жизни. Всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, сто крат примет в настоящем веке. И о наградах в будущем, и жизнь вечную наследует». Тогда уже приближается к этому городу, и перед вступлением в него опять беседует с ними о страдании своем. Не желая, чтобы страдание-то совершилось, ученики легко могли забывать о нем. Поэтому Христос непрестанно напоминает им, чтобы частым напоминанием «приучить их ум помышлять об этом и смягчить их скорбь». Не без причин он рассуждает с ними об этом и наедине. Не нужно было распространять об этом молвы в народе и говорить открыто, потому что отсюда не произошло бы никакой пользы. Если ученики, слыша о страданиях, возмутились, то гораздо более возмутился бы простой народ. Но что же скажешь ты, разве это не было открываемо народу? Было. Было открываемо и народу, но не так ясно. «Разрушьте храм сей», — говорил он, — «я в три дня воздвигну его». Или еще «Род сей ищет знамение и не даст своему знамение, кроме знамения пророки Иона». И еще, следующими словами, «Еще немного мне быть с вами, и будете искать меня, и не найдете». А к ученикам говорил не так. Но открыл им и эту истину, равно как и другие, гораздо яснее. Для чего же Господь и говорил, если народ не понимал сил и слов его? Для того, чтобы он узнал впоследствии, что Иисус Христос предвидел свое страдание и добровольно шел на него, а не так, как бы не знал этого, или против воли. Ученикам же предсказывал не только с этой целью, но, как я сказал выше, для того, чтобы они, укрепленные ожиданием, тем удобнее перенесли его страдания. И чтобы нечаянное приближение последнего не привело их в крайнее смущение. Вот почему он сначала говорил им только о смерти своей. А когда они начали помышлять об этом и приготовлять себя к ней, тогда раскрывает им и все прочие обстоятельства, как то, что его предадут язычникам, наругаются над ним и будут бить, для того, чтобы они в виде исполнения печальных предсказаний ожидали силу этого и воскресения. Если Христос не скрыл обстоятельств печальных и, по-видимому, унизительных для его чести, то, естественно, нужно было верить ему и касательно благоприятных предсказаний. Но смотри и на то, как он мудро избирает и самое время для такой беседы. Не с самого начала он объявил им о страданиях, чтобы не смутить их, но и не в самое время событий, чтобы и этим не привести в смятение. Но когда они уже довольно видели опытов его всемогущества, когда он дал им великие обетования о жизни вечной, тогда, и притом не однажды или два раза, но часто среди чудодействий и наставлений говорит им и о страдании. Один евангелист говорит, что он приводил в свидетельство пророков, а другой утверждает, что ученики не разумели сказанного, и слово его было сокрыто от них, и что они в ужасе следовали за ним. И так скажут, от предсказаний не произошло никакой пользы. Если ученики не разумели слышанного, то не могли и ожидать, а если не ожидали, то и не укреплялись надеждою. А я со своей стороны представлю и другое, гораздо труднейшее, сомнение именно, что если они не разумели, то почему же скорбели? Другой евангелист говорит, ведь что они скорбели. И так, если они не разумели, то как же скорбели? Как Петр говорил, будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой того. Что же на это должно сказать? То, что хотя они не знали ясно тайны домостроительства, не имели ясного знания ни о его воскресении, ни о тех действиях, которые он намерен был совершить после этого, это было скрыто от них. Но что он умрет, это они знали и потому скорбели. Что иные других воскрешают, это они видели. А чтобы кто-нибудь сам себя воскресил, и так бы воскрес, чтобы никогда после того не умирать, такого чуда никогда не видали. Этого-то именно они и не понимали, хотя он и часто говорил о том, равное и о самой смерти, какая она будет и как случится, ясно не знали. А потому и боялись, когда шли за ним. И не, это только приводило их в страх. Но, как мне кажется, Господь навел на них ужас и своею беседую о страдании. 663. Впрочем, все это не имело над ними такого действия, чтобы сделать их мужественными, хотя они и часто слышали о воскресении его. Кроме его смерти, их устрашало особенно то, что над ним будут ругаться, его будут бить и делать тому подобное. Представляя себе чудеса его, исцеление бесноватых, восхищение мертвых и все другие чудеса его, а потом, слыша такие предсказания, они изумлялись и недоумевали. Уже ли сотворивший все это должен подвергнуться таким мучениям? Потому-то они недоумевали, и то верили, то не верили словам его, и не могли понять их. Эта темнота разумения их была так велика, что сыны Зелегеи приступили к нему в то же самое время и разговаривали с ним о приседании. Говорили они, чтобы сесть по правой и по левую сторону от него. Как же, скажешь, что евангелист говорит, что приступила мать, и то и другое справедливо. Они взяли с собой и мать, чтобы придать боли и силы своей просьбе и преклонить через нее Христа. А что сказано мной справедливо, то есть, что эта просьба больше принадлежала им, и что они от стыда взяли с собой мать, это видно из того, что Христос к ним простирает свое слово. Но прежде узнаем, чего они просят, с каким намерением, по какому побуждению. Итак, откуда им пришла такая мысль? Они видели себя в большей чести перед другими, и потому надеялись, что Господь исполнит и эту их просьбу. Но чего они просят, послушать другого евангелиста, подробно повествующего об этом. Они находились близ Иерусалима, говорит он, и представляли, что Царствие Божие уже открывается, потому и предложили свою просьбу. Они думали, что оно близко, что оно чувственно, и что если они получат то, чего просят, то не подвернутся никаким неприятностям. Они искали Царствие Божие не только для того, чтобы получить его, но и для того, чтобы избежать скорбей. Потому и Христос, прежде всего, отклоняет их от каких помышлений, и повелевая ожидать смертей, опасностей, и жесточайших бедствий. Сказал, не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или крестите крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. Впрочем, никто не должен смущаться в виде апостолов так несовершенными. Ведь крест еще не совершился, благодать Духа им еще не была дана. Если же хочешь познать добродетелей, то смотри на их последующую жизнь и увидишь, что они были выше всех страстей. Господь для того и открывает недостатки их, чтобы ты узнал впоследствии, насколько великими они сделались после получения благодати. И так отсюда видно, что они не просили ничего духовного, даже не имели и понятия о высшем царстве. Теперь посмотрим, как они приходят и что говорят. Сделай, говорят они, то, о чем мы попросим. И в ответ на это Христос спрашивает их, чего хотите. Не потому, чтобы не знал, но чтобы вынудить их самих к ответу, открыть рану и затем дать соответствующее лекарство. Они же, стыдясь и краснея, так как побуждены были страсти человеческой, отозвав его от прочих учеников, начали предлагать свою просьбу. Евангелист говорит, что они зашли вперед, чтобы, то есть, не обнаружить себя перед прочими. И тут открыли свое желание. Желание же их, как я думаю, состояло в том, чтобы занять первое престол, так как Христос говорил им, сядьте на двенадцати престолах. Они сознавали свое преимущество перед другими, опасались только Петра, и потому говорят ему, «Скажи, чтобы один из нас сел по правую сторону, а другой по левую». И словом, чего ты хочешь, когда сказали они, то говорят, «Скажи, то есть, сделай». Понуждают его. Что же он отвечает? «Показывай, что они просят ничего-либо духовного, и что если бы знали, о чем просят, то не дерзнули бы просить этого». Он отвечает, «Не знаете, чего просите. То есть, не знаете, как велик, как чуден, как недостижим для самих горних сил предмет ваших требований. Поэтому и присовокупил. Можете ли пить чашу, которую я пью, и можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Смотри, как тотчас же удаляет он их от той мысли, начиная рассуждать с ними о противном. «Вы напоминаете мне о чести и венцах», говорит он. «А я говорю о подвигах и трудах, вам предлежащих. Еще не наступило время наград, и не теперь откроется та слава моя. В настоящее время есть время смерти, брани и опасностей». И смотри, как самым вопросом он и увещевает их, и привлекает. Не сказал, «Можете ли идти на смерть? Можете ли пролить кровь свою? Ну что,» говорит, «Можете ли пить чашу?» Потом, чтобы привлечь, их присоединяет, которую я пью, чтобы через это общение с собой возбудить в них боли и усердия. Он называет это еще крещением, показывая тем, что долженствующее теперь совершиться послужить для Вселенной великим очищением. Потом ученики отвечают, «Можем». В пылу усердия они тотчас изъявили согласие, не зная того, что сказали, но надеюсь услышать согласие на свою просьбу. «Что же говорит Господь им? В чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но отдать сесть у меня по правой стороны и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Он предсказал им великие блага, то есть «Вы удостойтесь мученичества, пострадайте так же, как и я, скончайте жизнь насильственной смерти, и в этом будете моими участниками». 665. «Возвысив душу просивших, устремив их к горнему и саделов непреодолимыми для печали, Господь исправляет потом и их просьбу». А что значит эти слова? Многие предлагают здесь два вопроса. Во-первых, в самом ли деле некоторому готовность есть одесную его? Во-вторых, неужели Господь всего не имеет власти дать это тем, которому готовано? Итак, что же значит сказанное? Если мы разрешим первый вопрос, то и второй будет ясен для вопрошающих. Что же значит сказанное? То, что никто ни с правой, ни с левой стороны его не будет сидеть. Престол этот недоступен ни для кого, не только для людей как-то святых, апостолов, но и для ангелов, и для архангелов, и для всех высших сил. Павел поставляет это отличительным преимуществом единородного, говоря, кому, когда из ангелов сказал он, сиди одеснуи меня, и к ангелам говорит, твори духами своими, ангелами своими духов, а к сыну говорит, престол твой Божий. Как же он говорит? Сесть по левой и по правой сторону не от меня зависит. Не показывает ли это, что некоторые будут сидеть? Нет. Он только дает ответ сообразно разумению вопрошавших, исходя к их слабости. Они не понимали, что это за высокий престол, что это за сидение одеснуи отца. Они не знали даже и того, что было гораздо ниже того, что каждодневно было им внушаемо. Они искали только первенства, чтобы стать выше прочих и никого не иметь выше себя при нем. Об этом я и прежде упоминал, уже говоря, что поскольку они слышали о двенадцати престолах, то не понимали, что значит эти слова, искали председение. Итак, смысл слов Христовых следующий. Хотя вы умрете за меня и закваны будете за проповедь и сделаетесь моими участниками страдания, однако этого вам недостаточно будет для получения председания и первого достоинства. Если бы пришел кто-нибудь претерпевший мученическую смерть и украшенный всеми родами добродетели в высшей степени перед вами, то несмотря на то, что я люблю вас теперь и предпочитаю другим, я не соглашусь отвергнуть последнего свидетельствуемого делами своими и дать вам первенство. Правда, Господь не сказал вам так прямо, чтобы не опечалить их, но прикровенно Он высказывает то же самое, говоря чашу мою будете пить и крещением которым я крещусь будете крестить, но дать сесть у меня по правой стороны и по левой не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим, кому же уготовано тем, которые прославятся своими делами, потому-то Он не сказал мне в моей власти дать, но во власти отца, чтобы не почел кто-нибудь его слабым и не имеющим власти делать воззаяние, но как сказал не от меня зависит но кому уготовано отцом моим чтобы представить сказанное мною в большей ясности объясним это примером вообразим себе председателя ресталища представим что из многих отличных подвижников вышедших на это ресталище двое весьма близкие к нему надеясь на его расположение к себе и любовь подходит не мы и говорят сделай чтобы мы были увенчаны и объявлены победителями а он бы сказал не в моей власти сделать это награда принадлежит тем которым она приготовлена за труды и подвиги уже ли мы назовем его за это бессильным никак напротив мы похвалим его за справедливость и беспристрастие и так подобно тому как сказали начальнике ресталища что он не дал венца не потому что не мог и не завратить порядка справедливости так и я могу сказать о Христе что он сказал это желая всячески побудить своих учеников к тому чтобы они надежду спасения и прославления после благодати Божьей полагали в собственных добрых делах потому то он и говорит кому готово что если как бы говорит он другие окажутся лучше вас если они более вас потрудятся уже ли вы за то только что были моими учениками должны получить первенство хотя бы сами и не оказались достойными такого преимущества а что он имеет власть над всеми это видно из того что в руках его весь суд и Петрон говорит так дам тебе ключи царства небесного и Павел то же самое подтверждая сказал что готовится мне венец правды который воздаст мне Господь праведный судья в день он и не только мне но и всем возлюбившим явлением его явлением Христовым называется здесь бывшее пришествие его а что Павла никто не превзойдет это известно всякому если же Господь и неясно сказал об этом то не удивляйся тому удаляя их искусным образом от того чтобы они безрассудны напрасно не наскучили ему исканием первенства так как они побуждены были к тому страсти человеческую и вместе не желая печалить их он достигает такой неясности того и другого а остальные десять вознегодовали на них Марк 10 41 когда же тогда когда Господь укорил искавших первенство пока Христос произносил свой суд над ними прочие же негодовали но и видя что тех предпочитают оставались в покое и молчали из стыда и почтения к Учителю если за внутренние и скорбели то не смели однако же этого обнаружить подобным образом и на Петра когда он отдал две дидрахмы хотя и смотрели по-человечески и негодовали а только спросили кто больше но здесь так как просили сами ученики они негодуют на них впрочем и здесь не тотчас обнаружили свое негодование когда те начали просить но тогда уже когда Христос укорил их и сказал что они не получат первенства если не окажут себя достойными его 667 вишли как все они были несовершенны как эти двое желавшие возвыситься на десятью и как те завидовавшие двоим но я сказал уже посмотри на их последующую жизнь и ты увидишь их свободными от всех этих страстей послушай как тоже Иоанн который подходил теперь к Иисусу для испрошения первенства всегда уступает его потом Петру и в проповеди и в творении чудес как-то видно изъяний апостольских и не скрывает его знаменитых дел но упоминает и о его исповедании которое он произнес тогда когда все молчали и о входе во гроб и ставит этого апостола выше себя самого тогда как оба они были при распинаемом Иоанн презирая собственную славу говорит ученик тот был знаком первосвященнику что же касается Якова то он хотя недолго жил но и в самом начале так воспоменил соревностью что призрел все человеческое достиг высоты неизреченной и тотчас удостоился заклания мученического так после соделались все несовершенными во всех добродетелях но тогда негодовали как же поступает Христос он подозвал и сказал им вы знаете что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют над ними так как они смутились то Господь прежде словесного убеждения успокаивает их самым призыванием и повелением подойти к нему ближе так как те два ученика отделившись от десяти стояли ближе к Иисусу разговарив с ним наедине то он подзывает и прочих чтобы всем сказанной наедине умерить страсть и тех и других впрочем теперь Господь вразумляет учеников не так как прежде прежде он выводил на середину детей и повелевал ученикам подражать их простоте и смирению а теперь в обличении их выставляет более резкое противоположение и говоря князья господствуют над ними и вельможи властвуют над ними но между вами да не будет так а кто хочет быть между вами быть большим да будет вам слугою а кто хочет быть между вами первым да будет вам рабом этими словами он показывает что желает первенству желать свойственно только язычникам действительно страсть это слишком насильственно она постоянно удручает и великих людей потому требовала и сильнейшего отражения потому то и он поражает их в самой глубине сердечной стыдя надмивающийся дух их сравнением с язычниками в одних уничтожает зависть а в других гордость как бы так говоря им не негодуйте на них как обиженные те которые ищут первенства более посрамляют самих себя они находятся в числе последних у нас не то что у язычников кинезья народов господствуют над ними а у меня последний есть первый а что я говорю это не просто смотри доказательства тому в моей жизни я сделал более нежели сколько сказал будучи царем высших сил я восхотел быть человеком и подвергнуться презрению и поруганию но этим не удовольствовался а пришел и на самую смерть поэтому далее он и говорит когда выходили они из Ерихона за ним следовало множество народа так как сын человеческий не для того пришел чтобы ему служили но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих как бы так сказал я не остановился на том только чтобы послужить но и душу свою отдал в искупление за кого же за врагов ты если смиряешься смиряешься для себя самого а я смиряюсь для тебя и так не опасайся потерять честь свою через это сколько бы ты не смирялся никогда не можешь смириться столько сколько смирился владыка твой однако это уничижение его сделалось возвышением для всех и открыло славу его прежде нежели он сделался человеком известен был одним ангелом а когда стал человеком и был распят тогда не уменьшил ту славу которую имел но и приобрел новую будучи поздан вселенную не бойся не бойся потерять честь свою от того что ты смиряешься смирением более возвысится и распространится слава твоя оно есть дверь к царствию зачем же идти в противоположную дверь зачем вооружаться против самих себя если мы захотим казаться великими не сделаемся великими но будем бесчестнее всех видишь как господь всегда старается на них подействовать примерами противными но дать и то чего они желают мы уже и прежде много раз замечали это так поступил он с любостяжателями и с искателями суетной славы для чего говорил он ты творишь милостыни перед человеки для того чтобы наслаждаться славою не поступай таким образом и ты насладишься этой славой вполне для чего ты собираешь сокровища для того чтобы обогатиться не собирай сокровищ и ты непременно обогатишься так поступает он и здесь для чего ты говорит он желаешь первенства для того чтобы быть выше других избери же последнюю степень и тогда получишь первенство если желаешь быть великим не ищи величия и тогда будешь велик уничижение это и составляет величие 669 видишь ли как он исцеляет их от их болезни показывая им что они на своем пути только теряют а на этом приобретают и побуждая таким образом одного удаляться а другим идти и об язычниках напоминает им для того чтобы показать через это низость и гнусность честолюбия гордо необходимо унизиться а смиренный напротив возвыситься величие смиренного есть величие истинное и подлинное а не то которое состоит в одних словах и наименованиях внешнее величие есть плод вынуждения и страха а это подобно величию божию снискавши это последнее хотя бы никто ему и не удивлялся остается велик напротив приобретший только первое хотя бы все раболец стали перед ним всех ниже честь воздаваемая последними воздается по принуждению и потому легко теряется а честь которую воздают первому зависит от доброго произволения а потому и сохраняется постоянно так и святых мы подсчитаем за то что они будучи выше всех перед всеми смиряли себя потому то они и до себе остаются высоки и величие их не потребило и самая смерть если вы хотите то мы подтвердим сказанное и доказательствами разума высоким называют кого-нибудь или тогда когда он имеет высокий телесный рост или когда стоит на высоком месте а низким в противных случаях теперь рассмотрим кто действительно высок гордый или смиренный чтобы тебе удостовериться в том что нет ничего выше смиренно мудрее и нет ничего ниже гордости гордый обыкновенно почитает себя выше всех и не признает никого равным себе и какой бы он не пользовался честью всегда желает и домогается большей думает что он еще ничего не получал презирает людей ищет от них почтение что может быть безрассуднее этого это что-то загадочное человек ищет себе почтение от тех которых почитает за ничто видишь ли как желающий вознестись не спадает и присмыкается долу а что он всех людей почитает за ничто в сравнении с собою он сам это ясно обнаруживает таково именно свойство надменности и так для чего же ты прибегаешь к тому который ничего не стоит для чего ищешь от него чести для чего имеешь при себе такое множество людей вот низкий который стоит на низком месте обратим же теперь внимание на истину высокого он знает что значит человек знает и то что человек велик и то что сам он ниже всех потому если пользуется уважением то почитает это за великое он верен самому себе постоянно высок и никогда не переменяет своего мнения кого он признает великими а тех и честь принимает за великое хотя бы она была и не велика потому только что он их самих признает великими напротив гордый тех которые почитают его почитают за ничто а честь которую они ему воздают дорого ценит еще смиренный не уловляется никакой страстью его не может возмутить ни гнев ни любовь к славе ни зависть ни ревность а что может быть выше души и чуждо этих страстей напротив гордый одержим всеми этими страстями и присмыкается как червь в грязи и зависть и ненависть и гнев постоянно волнует его душу и так кто же истинно высок тот ли кто господствует над страстями или тот кто раболепствует им тот ли кто трепещет и страшится их или тот кто недоступен для них и никак ими не уловляется какая птица летает выше скажем мы талии которая носится выше стрел ловца или та которая без стрелы поддается ловцу потому что летает по земле и не может подняться на высоту таков точный и гордый его каждый силок удобно ловит потому что он присмыкается по земле если же ты в мире злого духа что ниже дьявола гордого и что выжить человека смиряющего себя тот присмыкается по земле находясь под нашей питою будете наступать на главу и на змеев и на скорпионов а этот находится с ангелами на небесах если ты хочешь знать тоже из примера людей гордых то представь себе того варвара который имел великое войско и не знал даже того что всем известно как например что камень есть камень идол идол а потому был ниже этих самых вещей напротив благочестивые и верные возносятся выше солнца потому что может быть выше их они перелетают самые своды небесные и оставив за собой ангелов предстоят самому престолу царя наконец чтобы тебе еще более увериться в низости гордых я спрошу тебя кто унижается тот ли кому вспомоществует бог или тот кому он противится и так слушай что говорит писание о том и о другом бог гордым противится смиренным дает благодать еще спрошу тебя о другом кто выше священно действующий или приносящий жертву перед богом или тот кто не имеет дерзновения приступить к нему но ты скажешь какую жертву приносит смиренный послушай Давида который говорит жертва богу дух сокрушенный сердце сокрушенного и смиренного бог не уничижит видишь ли чистоту смиренного обратив внимание на нечистоту гордого об нем говорит писание нечист пред богом всякие высокосердные премудрость Соломона 16.5 при том в первом обитает сам бог на кого возрю говорит он только на кроткого молчаливого и трепещущего пред словом моим а последний мучится вместе с дьяволом надменный потерпит то же что и дьявол потому павел говорит чтобы не возгорделись и не впали суд с дьяволом 1 Тимофей 3.6 таким образом с ним случится противное тому чего он желает он хочет гордиться для того чтобы его почитали а между тем если кто более всех подвергается презрению то это он если кто подвергается насмешкам вражде и ненависти у всех если нападают на кого враги если кто подвергается гневу является нечистым пред Богом так это больше всего гордецы что же может быть хуже этого это верх зол напротив что любезнее смиренных что блаженнее когда они любезны приятны Богу да и у людей они они же более наслаждаются славою все почитают их как отцов любят как братьев принимают их как своих и так будем смиряться чтобы нам вознестись от великой гордости происходит унижение и безумие так унижен был фараон не знаю Господа сказал он и за это сделался презрение мышей лягушек и мух и вскоре после того потонул с оружием своим и конями не то было с Авраамом я земля и пепел говорил он и потому одержал победу над бесчисленными неприятелями бывшего египтян возвратился от них с победой славнейшей прежней и снискавши столь великую добродетель навсегда остался великим потому-то его везде воспевают ублажают и прославляют а фараон земля пепела даже хуже того подлинно Бог ничего так не отвращается как гордости потому-то он еще изначально так все устроил чтобы истребить в нас эту страсть для этого мы соделались смертными живем в печали и сетовании для этого жизнь наша проходит в труде и изнурении обремененно непрерывной работой первый человек впал в грех от гордости возжелав быть равным Богу и зато не удержал и того что имел но лишился и того таковы плоды гордости она не только не доставляет нам никакой пользы но лишает и того что имеем напротив смиренно мудре не только не отнимает у нас того что имеем но еще доставляет и то чего не имеем и так возревнуем об этой добродетели постараемся стяжать ее чтобы нам насладиться и в этой жизни честью и приобреть будущую славу благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа которым Отцу слава держава со Святым Духом ныне и пресно и во веки веков Аминь Иисуса Христа